На это пациент не согласится На что? На использование твердой мозговой оболочки На взятие двух трансплантастей Тут вопрос такой спорный Есть ситуации, когда мы не можем обойтись без трансплантата Я не буду вам говорить, что во всех случаях Вы можете твердую мозговую оболочку Заменить трансплантатом В смысле наоборот Трансплантатами твердой мозговой оболочки Нет, это не так Есть ситуации, где нам нужна воскулиризованная ткань Вот Мария Александровна тоже рассказывала на курсе Есть спектральные томографы для Дисны На которых проверяются Они сделаны специально для мягких тканей Такой, например, есть в Нижнем Новгороде Там университет занимается разработкой подобного оборудования И мы на этом сканере После травмы На трансплантате Видим просто такие черные, как лужи Это участки некроза С мертвыми кровяными элементами И так далее И затем постепенно они начинают уходить То есть там на самом деле достаточно большой объем Поврежденных тканей И их элементов и так далее И мертвая твердая мозговая оболочка Несмотря на всю свою кондуктивность Индуктивность и так далее Источником генеза новых тканей Ну все-таки не может быть Это вы хорошо понимаете Если она не содержит каких-то клеток на себе То есть как носитель не используется Но это не наша ситуация Мы так делаем в других областях медицины Но не в стоматологии Корни чем обрабатывают Тоже вот на семинаре по рецессиям Подробно было на этом Было подробно уделено внимание Первая обработка Она химическая Мы весь бесклеточный цемент Мертвый сначала обрабатываем ЭДТА Экспозиции двухминутной Затем мы удаляем механический кюретой Если это фронтальные зубы То это будет 1, 2 или 3, 4 Либо это будет универсальная кюрета И так далее Это вы как бы и без меня должны знать И третий момент Мы заполировываем поверхность бора Перионабором специальным Он содержит либо боры Видеосеченного конуса Либо фасолевидные боры Есть ли необходимость Оформлять информированное согласие На применение аллогенных материалов В принципе достаточно Если вы хотите этот момент Как-то подчеркнуть Или есть спорные вопросы Или вы думаете Что пациенты скажут Ой нет Поставьте мне что-нибудь другое Есть информированное добровольное согласие Вот здесь на сайте Надеюсь всем видно Я могу ссылку прям выложить Так Это добровольное информированное согласие И в самом низу этого документа Вот здесь Есть такой пункт Посвященный как раз пациенту И в нем рассказывается о том Что в вашей клинике Применяются для лечения объема тканей Мягких там или кости Вот биоимплантаты Костные аллогены Механические ультразвуковые Обработанные конкретной торговой марки И почему это хорошо Почему они не влияют на гомеостаз Они замещаются полностью собственными тканями Есть определенная биологическая специфичность И все те компоненты Которые мы используем Деминерализованные порошки Минеральные компоненты И так далее Все дополнительные сопутствующие материалы Они имеют благодаря этому Вот такой эффект Здесь рассказывается о том Что он стопроцентно Обрабатывается физическими факторами Что там и так далее Как он забирается Кто доноры Вот подробно технологии описано Что мы делаем все анализы Ну это все действительно так на самом деле Как здесь написано В общем почему это хорошо Есть такое информированное согласие Где вот подробно все это написано Поэтому рекомендую его использовать Если вам это в общем-то необходимо Просто как протокол Есть очень подробный случай С описанием, с комментарием Вы можете вот здесь его посмотреть на сайте Устранение множественных рецессий Разного класса по Миллеру Вот заглавную картинку имеет вот такой Я ссылку тогда вам скачаю Как узнать сколько грамм порошка во флаконе Мы стандартизуем материалы по объему Если говорить о минерализованных порошках губчатых То в единице объема их конечно больше чем картикальных Это связано с размером частиц До минерализованного порошка также больше Поскольку его частицы мельче И минерального компонента еще больше Поскольку это вообще не органика И он имеет микрокристаллическую структуру Поэтому мы ориентируемся примерно Что 1 мл губчатого вещества Содержит примерно где-то 0,86 г Ой, извините Полмиллилитра губчатого порошка во флаконе Содержит примерно 0,86 г А так они меряются по объему Поскольку мы все-таки закрываем определенный объем Если рецессии с клиновидным дефектом Это очень частая история 10-11 ноября у нас состоялось мероприятие Очень подробно и мы как раз об этом рассказываем Есть вот такая вот таблица Которая была разработана доктором Носовой Марией Александровной В рамках своей диссертационной работы Она учитывает класс рецессии по миллеру А также другие показатели Которые очень часто отягощают А у миллера они как-то были не учтены Это ширина кератинизированной десны С различными значениями Это образие твердых тканей зуба Есть она или она отсутствует И толщина кератинизированной десны На сегодня мы подошли к тому Что и вот Мария Александровна Тоже добавит, дополнил свою презентацию Есть сочетание этих факторов И это может тоже сказываться На выборе методики Это опорная таблица Выбора конкретного метода операции По однослойной или двуслойной технике В зависимости от класса рецессии И других факторов Первый и второй класс мы разделили Все-таки на две подгруппы В зависимости от размера Глубины рецессии до 2 мм или больше И второй класс точно так же Поэтому я вам рекомендую просто прослушать этот семинар И наверняка там все ответы на вопросы будут Преимущества капиллярной крови Из операционного поля Перед IPRF и APRF APRF и APRF это продукт, который получен из крови И из крови, из венозной Поэтому, наверное, поскольку капиллярная кровь Не подвергается обработке Было бы правильно первично сравнить Венозную и капиллярную кровь Отличия у них следующие Значит, первое, конечно же, это содержание или отсутствие кислорода Второе, это разный альбуминовый состав Третье Венозная кровь, она имеет цианоз Достаточно выраженный А капиллярная кровь его не имеет То есть у нее есть ашионы, которые связаны с тем, что Венозная кровь является продуктом Обмена веществ, да, жизнедеятельности Поэтому Сравнивать вот так бы я бы не стал Значит, в чем суть IPRF и APRF Это плазма, обогащенная тромбоцитарными факторами Одним из которых является фактор некрозоопухоли бета Который является, да, прорегенераторным фактором Кроме того, плазма, обогащенная тромбоцитами Содержит еще целый список гуморальных факторов Которые будут влиять на обменные процессы На скорость свертывания крови и так далее Поэтому вот так сравнивать по свойствам Ну, на самом деле, не до конца правильно Мы применяем APRF и IPRF Либо как мембран, либо как костный клей Для конкретных манипуляций А капиллярная кровь в данном случае Для нас является фактором, ну, средой Который поддерживает жизнеспособность клетки Используете ли вы костные блоки? Да, костные блоки мы используем И в том числе индивидуальные костные блоки Что является для нас, в общем, тоже отдельным направлением На сегодня Мы используем костные блоки индивидуальные Которые моделируем по компьютерной томографии И замещаем достаточно протяженные дефекты И в дальнейшем их, соответственно, протезируем на имплантатах При консервации лунки леопластом После удаления достаточно плотного ушивания лунки Необходимо закрывать еще мембраны Честно, если у вас края все сохранны То достаточно будет просто зашить То есть вся надкость, соответственно, на лоскуте То будет достаточно просто зашить лунку Если вы считаете, что вам необходимо формировать Там какой-то объем еще и мягких тканей Или он недостаточный Или биотип десны у пациента тонкий То тогда, конечно же, имеет смысл дополнительно использовать мембрану Возможно ли оставлять участок ТМО обнаженным? Я уже об этом сказал Что чаще всего, когда это происходит Либо удаляется частично кусочек Либо мембрана удаляется целиком вся Ну, либо есть пациенты, у которых она эпитализирует Поэтому нельзя так сказать, что надо ставить везде один и тот же материал Или только везде одну ауто кость и так далее Идеально, чтобы тот трансплантат, который вы используете косный Он содержал собственные клетки, капиллярную кровь Он содержал какую-то смесь или не смесь порошков одиночную Ну, а дальше уже на ваше усмотрение Мембраны из АПРФ, АПРФ и так далее И какие-то другие материалы Я знаю, что коллеги часто мешают Например, ксеногенные материалы с леопластом Боясь, что леопласт даст усадку какую-то и так далее У нас на сегодня существуют формы выпуска кортикальные Ну, либо вы можете измельчать блоки на свое усмотрение Да, как вам это удобно И использовать точно так же Продолжение следует... Продолжение следует...